52 тысячи толстолобиков, карпов, сазанов и белого амура специально выращивали покой заказу на предприятии Хомирж-Балуик, а затем машины доставили к месту нового обитания. Специалисты тогда заверили, мол, рыба непременно приживется. Перевозка была нормальная, погода очень отличная для перевозки. И мальков у нас выживаем очень хороший, 80-90% выживаем терпимо. По стандарту госзаказы у нас терпимы. Прозрачные воды реки Кошкар-Ата тоже приняли своих постояльцев. У истоков реки было выпущено 12 тысяч рыбин. По прошествии полугода с момента важной акции по зарыблению увидеть рыбу у нас получается не сразу. Своими секретами приманки со съемочной группой делится сотрудник зоны отдыха на Кошкарате. Он-то и рассказал нам о предпочтениях в еде иксиофауны городской речки. Наконец мы увидели усачей, дрейфующих практически у поверхности воды. Юрку Маринку, которая, кстати, является живым подтверждением того, что вода здесь действительно чистая. Впрочем, Маринка в этой реке водилась всегда, как и бычки. А вот присутствие ярких красавцев этих нас немало удивило. Это декоративный вид японского карпа, который попал сюда, видимо, из домашнего аквариума. Все водные обитатели мирно сосуществуют друг с другом. Толстолобиков видели или нет? Значит, их вылавливают, да? В основном, смотрю, Маринка усач. Желтых тоже мало остается. А вообще разрешаете ловить? Там же написано, что штраф будет. А штраф большой? Вы знаете? А кто их, браконьеров, кто ловит? Не знаю. Ну, а если вы увидите, вы как, вы подходите, предупреждаете, что нельзя? Слушаются люди? Они как звер. Правда, ни толстолобиков, ни сазанов, ни белого амура в Кашкарате мы так и не увидели. То ли спрятались они от нас в зарослях, то ли ушли по течению, а может, рыбаки постарались. А их здесь, как рассказал сотрудник зоны отдыха, немало. В озере Дендропарка вода не такая прозрачная. А потому увидеть хоть какую-нибудь рыбу нам так и не удалось. Но завсегдаты утверждают, что рыба в озере есть. Просто сегодня ушла поглубже. Нам оставалось лишь одно – наблюдать за плавающими по глади озера, домашними утками и греющимися на солнце белоснежными лебедями.